Ветра нету, одни утки крякают, дикие. Вон парочка, вот парочка, вот там еще парочка, это не одна, вот там их дофига сидит на воде, вон грыбуть, мостики позатоплены, вон тоже дофигища их, то все дикие утки. Сколько там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, может даже и больше. А я вот сегодня занимался валом, вот таким. Привезли мне вот такой вал, имитатор коленвала, заказывал человек в Ульяновске, но вместе со шкивом, вот таким, шпоночка моя, вот такой шкив, мусора там внутри, просто капец. Я не знаю, кто катает, ну кто-то катает вот эти шкивы и плита переходная, там лежит. Вот и человеку этот вал не подошел по длине, то есть он все дело поставил на плиту и шкив установил, говорит, и не хватает на 4 сантиметра его длиннее, иначе там пол трактора надо переделать, чтобы все это совместить. И попросил меня, точнее попросил он человека выточить вал на 4 сантиметра длиннее, ну что-то ему отказали, не знаю почему, ничего сложного нет. Вот и попросил он меня выточить, я ему делал как-то полу лоси, не одну, и привода на перевод, кстати, вал собраны из трех частей, это соцельный, это у меня такой заготовки нет на 70 минимум, пришлось его собрать из трех частей. Видно, да, сварочка синенькая, ну и почти будет вообще не отличить, где первая часть, где вторая, где третья. Как-то так. Проверил я, как режется шпоночный паз, шпоночный паз режется вообще четко. В общем, патрон заказал, завтра должен приехать, быстро зажимной. Так как здесь упираются подшипники, вот, уже проточу резьбу, он с резьбой будет, чтоб навинтить, и вот это чуть-чуть проточу, он как раз будет упираться в подшипники, выскакивать не будет. А с этой стороны колечко поставлю просто, чтобы туда не вывалился. Ну и в натяжечку сделаю, постараюсь, по крайней мере. Ну а дальше, по классике жанра, дрель и фреза будет делать вот такие пазы шпоночные. Вот это 8 миллиметров. С этой стороны брусок, и он завернутый из цельного металла, двадцатки, вот такого я делал, это остались обрезки там, как раз выкроил, там вообще капец выкроил, в тють, в тютью. Вот сюда и г-образочка, сюда. Вот, короче, держит пять болтов, вот это все. Вот так вот. Проточил вал под подшипники, еле проточил. О, каленая какая-то срань попалась. Капец. Короче, здесь сделал двенадцать миллиметров. Не знаю, может на десятку выйти. Не пускай двенадцать. Все, вращается. С этой стороны просто скоба фиксируется, чтоб не выпадало там или еще там чего не произошло. Ну, на всякий случай, чтоб не двигалось. Ну вот, с этой стороны она упирается в сам подшипник, а подшипник упирается в корпусе. Трубка толстостенная. Ну, сам корпус трубки. Поэтому давление вот так. Здесь никаких гаек, ничего не надо. Никуда оно не выпадет. Ни подшипники не разъедутся, ничего не произойдет. Ну, что хочу сказать. Работает причандально. На шурике на первой передаче пробовал дрель, высокие обороты, слишком высокие. А шуриком пойдет. Надо какую-то с регулятором. Электрический у меня есть шурик, если что. Ну, там, по-моему, патрон десятка. Или поменять патрон, или проточить вот здесь под десятку. Здесь 12. Ну, посмотрим. Сюда. Потому что пробовал здесь, на шестеренках, на этих, скачет. Потому что прямо зубы, все равно там зазор, его никак не убрать. Вот. А сюда вообще замечательно. Фрезочки. Восьмерочка. Это вот как раз таки вот здесь пробовал. Она его проворачивает. Вот. Хоть как его ставь. Или фиксировать его как-то надо. А в этом патроне задней бабки вообще ровненько все. Вот это рукой сейчас водил. А здесь вот это на подаче. То есть, включал станок, этот патрон вращается, этот стоит само собой. И на реверсе. Влево, вправо, куда угодно, как удобно. Вот. Шпонка где-то была. Вот. Восьмерочка. Нет, это не восьмерка. Не восьмерка. На кусок трубы такой. Попробовать. Чисто попробовать. А, вот еще шпонка. Вот на подаче, на автоматической, как-то ровнее и плотнее. Руками. То быстрее, то медленнее тоже. Не то пальто. Также пробовал прорезать. Вот здесь вот ставил возле патрона. Прорезает. Шикарно. Делать какие-то продольные, да? Эти самые. В металле. Как-то так. Работает. Как ни странно. Не стал его прорезать, как здесь, на выход насквозь. Сделал так. Вот. Чтобы шпонка не выскакивала ни туда, ни сюда. То есть, по размеру шпонки. Становится, что здесь, что там вообще. Плотненько, четенько. Когда снимаешь, она на месте. Когда одеваешь, она на месте. Вообще, замечательно. А так, полная копия. Что по резьбе. Резьбу здесь проверил полтора шага. Здесь то же самое. Все на станке. Это на станке, это на станке. Это, соответственно, на станке. Здесь под подшипник. Сейчас. Попробую где-то подшипник. Сейчас возьму. Ага, вот он. Подшипничек. Там фасочки сняты как надо. Просто так он не залезет. С таким натягом. Натяг такой сделал. Вот. Ну, как, впрочем, то же самое, что и здесь. Только вот тут надо забивать. А у меня он вставляется. Но при этом он не вываливается. А достается только съемником. Просто так вот тоже не достать. Вот. И из-за того, что длина увеличилась. Сейчас подшипник новый. Ну, пока без ступицы. Тем не менее, сейчас его попробую одеть. Он плотно идет. Сейчас туда его одену. Вот. Думя руками одевается. До упора. Штулочка дистанционная. Вот такая вот. 4 сантиметра. 40 миллиметров. Да. Мы же токарили. Поэтому 40 миллиметров. У кого нет токарного станка, друзья, это 4 сантиметра. Вот. Сюда она не то, чтобы там прям в натяг. Нет. Она дистанционная. При этом шпоночный паз вот так вот. Ставится шпоночка вот сюда. Потом одевается. Не знаю, какую сторону. Но с этой стороны вроде как больше. С этой стороны вроде как меньше. И, скорее всего, эта сторона все-таки стояла к ступице. Потому что тут была самодельная шпонка. И вот так ее тут раздолбило. Сейчас я попробую найти эту самодельную шпонку, которая тут была. В общем, не нашел я этот кусок металла. Такой несимметричный, безобразнейший. Может, даже сюда он упал. Не знаю. И вот он там немножечко подраздолбил. Ну, не шпонка, нет. Это обрезок какого-то куска металла. Все. Сейчас сюда одеваю шкивок. Ну, пока без ступицы. Потому что порчебник мой, а ступица прикручена на плите. Когда уже буду собирать. Просверлюсь. Буду собирать. Потом уже это все делом поставлю. Так как есть. Я так понимаю, что это должно примерно где-то вот таким вот образом собираться. Вот так вот. Штулочка дистанционная на 4 сантиметра вынес, как меня и просили. Гаечка здесь самодельная вот такая вот. Но мне привезли без шайбы. Шайбухи тут, друзья, нет. А где она у меня тут? Обычная заводская шайбочка. Всегда все где-то лежит. Сейчас найду. Старую не нашел. Взял новую. Вот сюда. Шайбочка. Потом гаечка. Резьбу, повторюсь, на валу нарезал на станке. Все. Все это потом забивается, затягивается в заподлицо, можно сказать. Вот такой получается бутербродик. Это здесь торчит для центровки маховика. Завтра маховичок сюда одену, намечусь, просверлюсь и нарежу резьбу. И, в принципе, все готово. Вот как-то так. Снимается подшипник вот таким съемником. Кажется, нехитрым. Понятное дело, да? Для внутренних подшипников. Поставленная задача, я считаю, выполнена. Мне было интересно, поэтому я и взялся за переделку данного вала. Человек мне говорил, Саня, тут обрежь, тут отрежь, тут приварить, тут сварить, тут наточить. Да зачем его портить? Пускай вал остается. Мне легче сделать новый, чем что-то переделать. Сами знаете, да? Я уже не раз повторялся. Переделывать хуже всего. Ну, проще сделать все с нуля. Вот как-то так. Я надеюсь, человеку подойдет. Ну, по крайней мере, как он мне сказал, на 4 сантиметра сделать длиннее, я сделал. Надеюсь, размерчик подойдет и половину трактора переделывать не придется. Вот, как-то так. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Вон еще три рыбу. Ну, там рыбачок на лодке. Что он там ловит, неизвестно. Ветра нет, тепляк. Ну, пасмурно. Хорошая погода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok